Добро пожаловать на сайт progeta.ru Пятый режим Rhythm Delay, также его называют Multitap. В дополнительном режиме A ручка выбора времени задержки работает как ручка Ratio, а ритм задается четырехкратным нажатием на кнопку Tap. Добро пожаловать на сайт progeta.ru в положение 1 к 4 и включу фильтр низких частот. Получится звучание, подобное ревербератору. В дополнительном режиме B с помощью ручки времени задержки можно задать точное время задержки. В дополнительном режиме C повторы сначала звучат тихо, постепенно наращивая громкость. Это называется динамический ритм дилей. Ручку времени задержки можно использовать как переключатель динамического диапазона. Ничто не сможет заменить теплого звука винтажного ленточного эха. В шестом режиме разработчики SuperDelay очень близко подошли к настоящему ленточному звучанию. В дополнительном режиме A имитируется насыщенность звучания и эффект компрессии, который так ценится в ленточном эхо. Я задам время задержки с помощью переключателя Tap. Кнопка Delay Time сейчас работает в режиме Ratio. Продолжение следует... В дополнительном режиме С можно добавить имитацию исчезновения сигнала, как происходит на старых пленочных катушках, требующих замены. Седьмой режим называется смешанный дилей, потому что он содержит два типа динамического дилея и один управляемый дилей. В дополнительном режиме А можно настроить динамический дилей с обратной связью. Я выкручу ручку фидбэк на максимум и задам время задержки с помощью кнопки ТЭП. В дополнительном режиме B можно настроить смешанный динамический дилей. Чем громче вы играете, тем больше уровень задержки получаете. Я задам максимальный уровень задержки с помощью кнопки Микс. Как только я остановился, звук дилея тут же пропал. Дополнительный режим С – это управляемый дилей. Время задержки устанавливается поворотным переключателем. Пока диод около кнопки ТЭП не горит, сигнал не поступает на дилей. Нажимая на кнопку ТЭП, можно включать и выключать этот диод. Таким образом можно получить постепенно затихающий дилей. Последний режим педали – это лупер. Начнем с дополнительного режима B. Запись начинается и прекращается нажатием кнопки переключателя ТЭП. Можно накладывать одну запись на другую повторным нажатием переключателя ТЭП. Удалить все можно нажатием кнопки пресет. В дополнительном режиме С можно настроить лупер с обратным воспроизведением. Дополнительный режим A подобен режиму B с возможностью создавать лупы до 6 см. с улучшенным качеством звучания. Педаль имеет 8 пресетов. Любая настройка может быть сохранена как пресет. Переключение пресетов происходит путем нажатия на переключатель пресетов. Светодиоды под кнопками показывают, какой пресет используется в данный момент. Сейчас я использую пресет номер 1. Во время переключения между пресетами светодиоды под кнопками мигают. Нельзя перейти к следующему пресету, не нажав ножной переключатель. После того, как вы перещелкали все пресеты, лампочки начинают быстро мигать. В это время с нажатием переключателя ТЭП включается режим настройки. Обычный дилей уже сохранен как пресет номер 1, а реверс дилей как пресет номер 2. А сейчас я сохраню ритм дилей как пресет номер 3. Итак, переходим в режим пресета номер 3, который сейчас сохранен как обычный дилей. Когда я начинаю крутить ручку, лампочка пресетов начинает тускнеть, показывая, что вносятся какие-то изменения. Когда я нахожу нужный мне звук, я сохраняю его, зажав кнопку сохранить и одновременно нажимая кнопку переключения пресетов. А сейчас выясним, в каком положении были ручки в пресете номер 2. Я делаю это следующим образом. Включаю пресет номер 2 и одновременно начинаю вращать все ручки. Лампочки будут тускло мигать, пока я не найду нужное положение ручек. А сейчас давайте попробуем переключиться между обычным дилеем и пресетом номер 1, реверс дилеем и пресетом номер 2 и ритм дилеем и пресетом номер 3. Педаль M-Press Super Delay имеет два фильтра и два модулятора, которые могут применяться к сигналу задержки. Ими можно управлять с помощью двух переключателей. Я покажу примеры использования каждого фильтра и модулятора. Сейчас я буду использовать фильтр в режиме High Pass. А сейчас включу фильтр в режим Low Pass. Теперь включим модулятор в режим Slow. Сейчас включим модулятор в режим Fast. А сейчас используем модулятор в режиме Fast совместно с фильтром высоких частот. Это был M-Press Super Delay. Видеоролики, статьи о гитарной музыке, подробное описание самых любопытных приборов на нашем сайте www.progetar.ru Продолжение следует...